Приветствую вас всех на моем канале, дорогие друзья! И вот, наконец, вышел долгожданный сериал The Last of Us. Не скрою, у меня до выхода данного сериала были очень высокие ожидания, ведь снимает его не кто-либо, а HBO, который в последнее время очень трепетно относится к своей фанбазе и старается выпускать свои проекты максимально каноничными. Да и я, к тому же, являюсь давним фанатом игры The Last of Us, первую часть которой считаю одной из самых лучших игр, в которые я когда-либо играл. Одну из главных ролей в сериале сыграет талантливейший Педро Паскаль, Дарнийский змей и Мандалорец в одном флаконе, а потому за образ Джоуэла я не переживал вообще. Однако, несмотря на все прекрасные вводные, экранизация игр, одна из сложнейших тем для киностудии, которые берутся за это дело. А потому и шанс провала здесь также весьма высок. Я уже успел посмотреть первую серию и сформировать кое-какие впечатления о сериале, которыми я и хочу с вами поделиться в данном видео. Видео будет без спойлеров, а потому его можно смотреть даже тем, кто все еще сомневается в решении смотреть ли данный сериал или нет. А перед тем, как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Обещаю, что будет очень интересно. И мы начинаем. Конечно, тяжело судить о проекте по первой серии, однако я бы хотел выделить некоторые наметившиеся тенденции. Ну что же, первое, о чем следует сказать, я хочу вновь поблагодарить HBO за трепетное отношение к фанатам данной франшизы. Шоураннеры идут максимально близко к канону, которым в данном проекте выступает одноименная игра The Last of Us. Во всяком случае, пока идут. Время покажет. Сначала максимально каноничный сериал Дом Дракона по вселенной Мир Льда и Огня Джорджа Мартина, а теперь Last of Us. В HBO наметилась очень хорошая тенденция, особенно на фоне конкурентов в лице Amazon и Netflix, которые продолжают откровенно класть на головы своих фанатов огромные кучи коричневой субстанции, ломая канон в своих фэнтезийных франшизах. Атмосфера передана идеально, особенно это ощущается в прологе. Во время ночного побега на машине я вообще на секунду подумал, что вернулся в далекий 2013 год и вновь прохожу игру. Однако, несмотря ни на что, сериал также будет интересен не только давней фанбазе геймеров, но и просто обычным зрителям, которые хотят посмотреть данный сериал про постапокалипсис. Сюжет сериала целостный, нет непонятных временных скачков и изличных сценарных линий, а потому все происходящее на экране выглядит максимально реалистично. Постапокалиптичный мир и тяжелая жизнь выживших в нем людей заставляет максимально погрузиться зрителя в события. С первых минут сериал поднимает высокую планку реализма и жестокости. Убийство зараженных людей газовым ключом, расстрел безоружных, это вам не пуколки-глушилки в сериалах от Дисней. Темп повествования в сериале выбран идеально. Нет непонятной спешки, как в приквелы Ведьмака, и нет излишней затянутости, как в колечках власти. А потому за происходящим на экране интересно смотреть. Шоураннеры тщательно передают характеры персонажей, при этом не забывая и об общей атмосфере. Чердование диалогов, сцен, раскрывающих атмосферу данного мира, и экшена постоянно держит зрителя в напряжении. Теперь поговорим об актерской игре. И тут, по моему мнению, не все так прекрасно. Конечно же, главный герой Джоуэл в лице Педро Паскаля выглядит просто потрясающе. Вряд ли можно было найти более похожего и талантливого героя на данную роль. Также не вызывает вопросов и его брат Томми. Но со всеми остальными персонажами все не так однозначно. И начнем, пожалуй, мы с актрисы Белла Рамзи, сыгравшей одну из самых главных ролей в проекте роль Элли. Не хочу ничего сказать плохого от данной актрисы, ведь я помню ее еще со времен Игры Престолов. Играла она там довольно неплохо, однако ее типаж, по моему мнению, не совсем попадает в типаж Элли. Элли девушка, росшая в мире постапокалипсиса, которая заставляет рано взрослеть. Однако на протяжении всей игры все-таки ощущалось, что она еще подросток. Ее взгляд, ее поступки и привязанность к Джоуэлу в дальнейшем лишь подтвердят это. Белла Рамзи же самая настоящая Лиана Мармон. Прямолинейная, жесткая, серьезная и уже сформированная духом девушка, хоть и выглядящая значительно младше своих лет. Возможно, в дальнейшем я изменю свое мнение, как изменил его относительно Генри Кевилла в роли Ведьмака. Но в любом случае Элли в исполнении Беллы Рамзи будет совершенно другой, нежели Элли в играх. Актриса Анна Торф, исполнительница роли Тесс, также не попадает в образ Тесс в игре. Тесс молодая, ловкая девушка с отважным сердцем, которая способна на серьезные поступки. Анна Торф же, при всем моем уважении, выглядит скорее ровесницей Джоуэлла, нежели каноничной Тесс. Ее образ разительно отличается в силу возраста и типажа внешности. Остальной каста ростепенных персонажей выглядит более-менее сносно. Касательно современной голливудской повестки, она как всегда на месте. Но уж прям чрезмерного акцента на ней, как в том же приквеле Ведьмака от Нетфликс, я не увидел. Посмотрим, что будет дальше. Лично я очень надеюсь, что шоуранеры не будут делать чрезмерного акцента на ориентации персонажей, как это было во второй части игры. Тем более, что данное явление абсолютно никак не повлияло в итоге на сюжет. Пришло время подвести итоги. Первая серия вышла интересной, захватывающей и максимально каноничной. Сюжет повествования и атмосферы сериала захватывает внимание и держит его до самого окончания серии. Немного расстраивает каст важных для сюжета персонажей, которые не совсем попадают в образ первоисточника. Однако, если у актеров получится вжиться в роль и показать нам немного других персонажей, вряд ли мы, зрители, сильно расстроимся от этого факта. Сериал меня заинтересовал и я однозначно продолжу его смотреть, что советую всем вам. А что вы, уважаемые зрители, думаете по поводу вышедшей первой серии? Прошу высказать у вас свои мысли в комментариях под видео. Если вы хотите оценить мой труд, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на мой канал. Для вас это будет лишь нажатие кнопки, а для меня поддержка моего творчества. Ведь таким образом я увижу, что оно вам интересно. Я же в свою очередь обещаю стабильно радовать вас интересным контентом. Вновь пошли разговоры о блокировке ютуба в России. А потому прошу вас также подписаться на мой канал Яндекс Дзен, чтобы не потеряться. Ссылка на канал будет находиться в описании под видео.